доброе утро дорогие друзья в программе доктор свет в программе о правильной медицине про которую мы говорим с правильными врачами с большим удовольствием представляю вам доктор медицинских наук врача от ирина-ролинголога петра Александровича кочеткова тема о которой мы сегодня поговорим с моей точки зрения это как раз вот те красные флажки да где и столько неприятного уже начинается то что опасно мы поговорим о тех самых к сожалению осложнениях той или иной клинической практике которые возникают дальше вот здесь на том что люди называют лицо а мы знаем как это называется на самом деле то есть тот самый лицевой череп и вот эти самые инородные тела в пазухах так что это почему это и как с этим бороться этой патологии как инородные тела пазухи сейчас последнее время действительно катастрофически много наверно по двум причинам первое это но стоматологии у нас но не в каждом подъезде но близко к этому да а вторая причина это широкое внедрение в практику компьютерной томографии как на конторы больше находить до стали больше находить но само по себе инородное тело который сейчас попадает пазуху и чаще всего является результатом стоматологических манипуляций назовем это так ничего в этом такого особенного нет потому что зубы четвертый пятый шестой верхние корни как правило торчат в пазуху покрыта слизистой оболочкой иногда стоматологи перфорирует верхушку зуба и пломбировочный материал попадает в пазуху по сути это инертный материал который в общем то никакого вреда приносить не должен но у нас с вами у всех есть микрофлора бактерии грибок иногда и вирус так вот вот эта грибковая инфекция которая в норме себя никак не проявляет и покрывает обитает на слизистой верхней челюстной пазухе она увидев вот этот стопстрат ну скажем так просто бросается на него и вокруг него начинает образовывать свою грибковую колонию формируя так называемую мицетому грибковый шар грибковое тело и так далее в чем особенность процесс в том что это так называемая не инвазивная форма грибкового синусита что это значит что процесс идет 3 вот перевода процесс идет в пазухе в одном месте в полости соответственно нет интоксикации нет температуры нет никаких жалоб очень долго у пациента до тех пор пока что пока это грибковое тело не вырастет до размером за всю пазуху перекроет и и вот тут начнется уже вторичный гайморит на фоне присоединения бактериальной инфекции и в этом то и проблема что человек идет просто в качестве ну допустим предоперационного обследования перед какой-то офтальмологической процентами операции ему делают компьютерную томограмму головы орбиты захватывают и пазухи и говорят у него инородное тело там уже грибковое тело может сформироваться наполовину а он этого не ощущает жалоб нет потому что опять же эта форма долгое время остается без симптомной вторая вещь которую нужно обязательно подчеркнуть что никакие противогрибковые препараты они здесь абсолютно никакого эффекта оказать не могут все закрыто грибковое тело которая до развилась на фоне попадания пломбировочного материала в пазуху является абсолютно хирургическим заболеванием к сожалению это технология так называемой функциональной эндоскопической хирургии почему она функциональна потому что операция выполняется по сути без повреждения каких-либо важных анатомических структур то есть входим в нос и из носа входим прямо в пазуху мы по сути не вскрываем пазу мы заходим эту пазуху и удаляем инородное черно через то отверстие которое человеку дается природы в этом и преимущество данной операции по большому счету пациент сразу же после операции может покинуть хирургическую клинику а как попробовать может быть но все-таки не доводить до встречи даже с таким так сказать замечательным профессиональным человеком как искать и доктор медицинских наук качитков что он не наводи да ну как ну что но ты должен сделать какой-то чек после там зубоврачения ведь хороший стоматолог же скажет сделать ик-то или не скажет даже ко мне вот ну коллеги стоматологи челюстно-лицевые хирурги звонят иногда и говорят что ну вот мы здесь вот так получилось по усердничали надо убрать инородное тело вот но в большинстве случаев к сожалению люди об этом узнают постфактум или они являются большой на матика или это случайная на холле вас лучше превалирует случайно все-таки случайная находка хорошо если это случайная находка мы сразу идем и сразу ее убираем во-первых пломба она может лежать и под слизистой оболочки тогда делать ничего не но если она в полости в пазухе мы пациента информируем о том что когда-то рано или поздно ему придется сделать эту операцию но экстренности срочности никакой нет почему потому что мицетома растет иногда годами хорошо не сделали так в чем там опасности опасность получения действительно от антогенного гайморита а дальше ведь это может и выше по и да совершенно верно но очень много случаев я лично оперировал когда грибковое тело не только приводит к формированию гнойного гайморита это ужасно она разрушает стенки пазухи и даже глазницы дорогие наши телезрители дорогие потенциальные пациенты там стоматолога да мы все потенциальные пациенты будьте внимательны к себе и если уж даже что-то случилось вы знаете потратьте какое-то количество может быть времени там ресурсов энергии но обращайтесь прости господи в хорошие клиники вот честное слово и это будет правильно не страшно и эффективно первое спасибо огромное но в общем исчерпывающе я надеюсь что мы с вами еще поговорим близких вашему сердцу проблемах оторинолингологии а вам дорогие телезрители хорошего утром